Пятый канал представляет Фигуру бережете? Просто нет аппетита. В первый раз здесь отдыхаете? Да. Нравится? Да, тихо, спокойно. Вы сами откуда? Не из Петербурга? Нет, вы извините, что я спрашиваю. Просто у меня там дочь, внучки, зять. Ничего, пожалуйста. Нет, я из Подмосковья. Вот хочу купить квартиру в Петербурге. Да я тебе сейчас самого это жрать заставлю. Что ж они так орут-то? Это что, по-твоему, мясо? Это подошва из твоих ботинок, урод. Я попрошу вас не ругаться. Вы просили мясо с кровью. Все претензии к кухне, а не ко мне. Сейчас морда твоя будет с кровью, халдей. И кухня твоя тоже получит. Вы что себе позволяете, а? Здесь люди отдыхают, а вы водку жрете. И материтесь на весь зал. Материмся? Кто здесь матерится? А, что вам надо? Вы мне хамить собираетесь? Ну, я положу этому конец. Я звоню в милицию. Сейчас вам покажут, как нужно вести себя в приличном месте. Ладно, ладно, все, все. Успокоились все. Это, официантик, водочки принесли. И это, салат ремни. Женщины, все. Нет, не все. Вы еще должны извиниться за ваше хамство. А за что еще? За испорченный вечер. Ладно, ладно, все, извините. Извините, больше так не будем. Если бы не эта баба, убила бы гада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помогите! Помогите! Помогите, пожалуйста, кто-нибудь! Пожалуйста! Помогите! Что случилось? Убили кого? Убили там кого? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спокойно. Только спокойно. Главное, главное, ничего не трогать. Я знаю, что делать. Нам надо перекрыть все входы и выходы. Сработать одновременно. Исследователями, и дознавателями, и оперативной группой. Интересно, а там дом большой? Сможем все перекрыть? Да, чего страшно. Там, наверное, своя охрана имеется. Андрей Борисович, мне нужно будет где-нибудь с аппаратурой сесть, чтобы спокойно работать. Не переживай, Куся. Мы тебе снимем люкс прямо под березой. Юрий, слышь? Говорит, будем в люксе под березой. Да хоть под березой, хоть под сосной. Ты что, там спишь, что ли? Да все равно уже все затоптали. Не затоптали. Там есть человек, который все контролирует. Кто? Теща моя. О-о-о! Здравствуйте, Ирина Васильевна. Это наш директор. Тихомирова. Очень приятно. А вы? Римуальда Паума. Значит, все так. Первым труп обнаружила ваша бармен. Я следом распорядилась, чтобы все сидели по своим номерам. Работники находятся в служебном помещении. Игорь, ваш охранник, контролирует вход. Это очень хорошо. Точнее, ужасно. Где он? Кто? Труп? К нему нельзя. До приезда полиции. Так. Директор здесь я. И я буду решать, что можно, а что нельзя. Стоять! Андрей. Где-где? На ресепшене. Полиция уже приехала. Так. Предположительно, смерть наступила вчера в районе 23-24 часов. А жертву душили. Либо бельевой веревкой, либо шнурком каким-то, да? Паш, да тут много вариантов. Согласен. Но, судя по обстановке, жертва сопротивлялась. Значит? Значит, на теле и на одежде жертвы должны были остаться биологические следы убийцы. Правильно? Молодец. Тимур. Ну что? Мы имеем. Вот документы убитого. Паспорт. Бумажник с картами и с деньгами. На месте. Ключи от номера. Нет только мобильного телефона. Ну, а зная его личные данные, я и без мобильника его контакты и звонки пробью. Давай, Володя, пробивай, и на тебе еще камера наблюдения. Само собой. Антон, Тимур, вы контролируете главный служебный вход. Здорово. А если убийца уже сбежал? Да что гадать-то? Будем работать с тем, кто есть. А там, по ходу, разберемся. Римальда Павловна, спасибо вам большое. Вы очень нам помогли. Езжайте домой. Антон, как освободится, довезет вас до города на нашем автобусе. Да с какой это стати? Я никуда не поеду. У меня еще неделя отдыха. И вообще, я знаю больше всех. Я была свидетелем конфликта. Я общалась со всеми гостями пансионата. Я разговаривала со всем обслуживающим персоналом. Я никуда не поеду. Ну, хорошо, Римальда Павловна. Раз уж так, оставайтесь. Только идите сейчас в свой номер. Закройте дверь. Когда вы понадобитесь, я сам к вам приду. И постучу в дверь. Стук будет такой. Ясно? Для меня это страшный удар. Ну, а у Мартынова враги были? Или конфликты с кем-то из постояльцев? Не, Сережа Мартынов у нас работает. Работал у нас с момента открытия пансионата. Он был удивительно неконфликтным человеком. Мог улаживать любые споры. Был вежлив. На претензии отвечал вежливо. И пошел на встречу к гостям. Мог решать любые вопросы. Ну, а с персоналом? Какие у него были взаимоотношения? Персонала сама подбирала. И у нас в коллективе все к друг другу чрезвычайно уважительно относятся. И личные отношения у моих подчиненных идеальные. То есть из персонала вы никого не подозреваете? Ну, кого? Коридорные, охранники. Мы все как одна семья. И тем не менее мы попросим вас посодействовать нам в том, чтобы ваши сотрудники не покидали территорию пансионата. Хорошо? Да и охранника мы тоже сменим. Его место займет наш человек. Зря. Игорь Козлов, мой охранник, замечательный человек. Да мы уже поняли, что у вас тут работают исключительно хорошие люди. Но тем не менее Мартынова кто-то убил. Проститутка. Стоять. Из этих номеров ночью кто-нибудь выезжал? Нет. Извините, я занята. Ясно, ясно, ясно. Значит, камеры здесь есть только в холле, на ресепшене и в ресторане. На этаже, в коридорах камер нет. Экономят. Ну, а что по убитому Мартыному? Вот оно. А по убитому? Вот, пожалуйста. Мартынов Сергей Олегович, 27 лет, не женат. Значит, в Петербурге проживал на Марата 12. Ничего криминального на него нет. И среди его контактов, ну, тех, кого удалось пока найти среди звонков, тоже ничего подозрительного. Глубже копай, Володя. Глубже. И всех оставшихся сотрудников пансионата проверь. И подщительнее, Володь. Разумеется, Андрей Борисович, занимаюсь. Пусто. Это у нас дежурный номер. Мартынов здесь ночевал, когда задерживался. Да? Чашку видел? Да я уже видел. А интересно, насчет дежурный номера есть? Один еще. Для охраны в конце коридора. Ага. Так, так. Ну, как это было, что? Ё-моё! Что там? Ха-ха! А вот и мотив для убийства. Где нашел-то? По классике. За бачком унитаза. Вот тебе интересно, хотели его убить из-за денежек, денежки были спрятаны в другом месте. Так откуда же у вашего официанта такой клад? Понятия не имею. Нечестная сама в шоке. И мы в шоке. И что вы здесь делаете, Ремольда Павловна? Я же вам ясно сказал. Находиться у себя в номере. Андрей, не надо на меня кричать. И не надо мне приказывать. Во-первых, я не твоя подчиненная. А во-вторых, я все-таки старше тебя. И я женщина. Поэтому будь любезен, соблюдай приличия. Почему вы себя ведете так легкомысленно? Мы здесь серьезным делом занимаемся. Мы расследуем убийства. Убийства они расследуют. Пока вы расследуете, я уже напала на след. На какой след? В соседнем со мной номере, где проживает молодая девушка. Катя их, кажется, зовут. Несколько ночей ночевал какой-то франт. И я две ночи подряд слышала их милые забавы. Но вы его видели? Такой с короткой стрижкой. Брюнет. Симпатичный. Ночью столкнулись в коридоре. А за завтраком его уже не было. Так. Ну и в каком номере живет эта ваша Катя? За мной. В пансионате «Синий лес» убит официант Мартынов. Под подозрение попадают все находящиеся в пансионате. В служебном номере, где иногда ночевал убитый официант, обнаружена крупная сумма денег. Выясняется, что один из гостей пансионата утром незаметно исчез. Кратко стриженный брюнет? Да, лет 30 и 32. Да, есть такой. Борис Сазонов. До сих пор зарегистрирован. До сих пор зарегистрирован? Да. Спортсмен. В смысле спортсмен? Он бегает все время. И утром, и вечером. А ночью он был здесь? Да. А когда вы его в последний раз видели? Вчера ночью. Прибежал весь в снегу, поднялся к себе. Утром не появлялся. Я точно знаю, что у вас кто-то ночевал в номере. Да никого у меня не было. А шумно это потому, что я тренируюсь, подтягиваюсь, отжимаюсь. Да? А почему я слышала мужской голос? А приходил мужчина на минутку, зажигалку попросил. То есть две ночи подряд к вам заходил мужчина? Да-да. Две ночи. У меня со слухом пока все в порядке. Никого у меня не было, у вас паранойя. Что? Угу. У меня? У меня паранойя? Да я бы вас, знаете, что попросила бы. Так, Римальда Павловна, спокойно. Екатерина, оставайтесь в своем номере. Бесстыжие. Мы все выясним. Халда! Володя. Ну что, по Сазонову? Да ничего, Андрей Борисович, камеры не в холле, ни на ресепшене его не зафиксировали. Ты куда он делся-то, испарился что ли? Не знаю, может он в номере? Да в каком номере мы номер осмотрели, Володя? Раковина еще мокрая. И зубная щетка еще не просохла. Так, Дима, смотри, на подоконнике следы от подошвы. Угу. И на карнизе тоже. Угу, получается отсюда сиганул. Да. Тем более, что окно было открыто. И внизу тоже свежие следы. Отпечатки сурочки снял? Да снял ее уже. Павлович, судя по следам, он туда в лес ушел. И администратор сказал, что у него машины нет. Ну странно, почему не по дороге-то? До трассы быстрее добраться. А может у него избушка в СО, а? Просто не хотел, чтобы его заметили. Давайте за ним в лес тогда. Да куда? Что? По снегу, что ли? Иди в прокате, лыжи возьми, я не знаю. А я что, лыжник, что ли? Да знаешь что? Так, подождите. А у меня есть идея. Двое мужчин вчера подпили и начали ругаться с Мартыновым. А взрослая женщина их успокоила. Ясно. И что было дальше? Мартынов пошел на кухню, а один, кто громче всех кричал, сказал ему след, убил бы гада. Ну и кто эти постояльцы? Вы их раньше видели? Да, конечно. Кто же их не видел? Голиков Виталий и Рыжов Николай. Номера 202 и 205. Доброго дня. Что такое? Вы кто? Майор Шапошников. Капитан Красовщенко. Петровская РВД. Что такое-то? Можно войти? Что, Халдея, что ли, нажаловался? Да я его пальцем не тронул. Что такое-то, а? Гражданин Рыжов, вы себе в руки возьмите, собираетесь, одеваетесь и с нами пройти необходимо. Вам кажется, было сказано, из номеров выходить нельзя. Да мне поесть, что ли, нельзя? Значит, нельзя. Так, что здесь происходит? Вера, почему вы не в своем номере? Да я иду в свой номер. Иду. Правило для всех. Давай рассказывай, что произошло в ресторане. Да я уже говорил. Ну? Мы поругались с этим Халдеем немножко. Разошлись с миром. Потом. Вышел из ресторана. Куда пошел? В номер пошел. Куда еще? По пути в номер. С кем-нибудь общался? Слушай, все общался, не общался. Я вообще ничего не помню. Я Халдея-то этого смутно помню. Перебрали вчера. Дело-то в чем? А дело в том, что официант Мартынов, после того, как ты с ним поссорился и кричал ему, убью гада, был убит в раздевалке. О как. Че? Че? Как убит? Просто. Ну, и че, это ж не я. А кто? Ну, не я. Как не ты? Ты только что сказал, что ничего не помнишь. Так. Ну, да. Не помню. А вы, Римальда Павловна, какой пример вы подаете молодежи? Почему мы не у себя в номере? А потому, Андрей. Да я просто хочу есть. И не смей на меня орать. Да я не ору, Римальда Павловна. Угу. Сядь сна. Андрей, ты пойми, я не девочка. Я великолепно понимаю всю серьезность происходящего. И сама решу, как себя вести. Но ты, наверное, забыл, что у меня проблемы с желудком. Ну, конечно, тебе не до этого. А я должна регулярно питаться. Ну, и что? Поваров нет. И что ты мне прикажешь делать? Ты что, совсем никого нет? Никого. Ладно. Римальда Павловна, давайте сделаем так. Я сейчас пойду на кухню. Я что-нибудь придумаю. А я? А вы оставайтесь здесь. И следите за входом. Тока! Гони, упустим! Да гоню, гоню! Давай! Вот в этом номере гориков проживает. Угу. В пансионате «Синий лес» убит официант Мартынов. Подозреваются постояльцы Рыжов и Голиков, которые угрожали Мартынову убийством накануне вечером. Оперативники преследуют постояльца Сазонова, который тайно сбежал из пансионата. Голикова находит в номере без признаков жизни. Голиков! Да он пьян еще. И что теперь с ним делать? Будем ждать, пока придет в себя. Ну... Стоять! Не двигаться! Пистолеты опусти. Больше не побегу. Конечно, не побежишь! Я вообще не бандит. А это мы сейчас выясним. Поедем мы сейчас в пансионат, там поговорим. Так, ну что пробило я этих двух любителей выпить чего-нибудь покрепче, чем H2O? Итак, Голиков Виталий Арнольдович, 40 лет, владелец двух автосалонов в Кировске, а между прочим судим за драку с нанесением нетяжких телесных повреждений, но оправданным за недостаточностью улик. В общем, любитель подраться. Второй кто? Второй, Рыжов Николай Николаевич, тоже интересный персонаж. Ему 38, и он, кстати, сидел два года за финансовые аферы. Так, а что тут? Хищение бюджетных средств. И в настоящее время не работает. Телефон их пробил? Ну, разумеется. И, между прочим, Рыжов был знаком с Мартыном. Они за последние два месяца несколько раз созванивались. Вот. А это уже теплее. А нам он про знакомство с убитым ничего не рассказывал. Значит, есть что скрывать? Значит, есть. Давай так, остановимся на том, что у нас есть два подозреваемых. Это Рыжов и Голиков. Их и будем давить, так сказать, и колоть. Ну, либо еще нам расскажет что-нибудь Сазонов, Варис Евгеньевич, ну, который утром пытался сбежать. Может, расскажет. А может, не расскажет. Ну, что, Сазонов, Варис Евгеньевич, рассказывайте, почему утром сбежали из пансионата? Я не сбежал. Я просто ушел. Вот и все. Ушел через окно? Оригинально. А у вас так принято? Просто хотел размяться. Я альпинизм занимаюсь. Захотелось лес по стене. Тем более, там невысоко. В лесу размяться, да? А это не имеет значения. Вы меня в чем-то обвиняете? На каком основании вы вообще меня запрашиваете? Или вы мне можете предъявить какое-то обвинение? Борис Евгеньевич, когда мы предъявим, для вас все станет гораздо сложнее. Поэтому предлагаю вам сейчас нам рассказать всю правду. Почему вы убежали от сотрудников полиции? Я вам уже все сказал. Я ни от кого не убегал. И больше мне вам сказать нечего. Я законопослушный гражданин, и ни в чем не виноват. Вот. Приятного аппетита. Андрюша, ты что, издеваешься надо мной? Да и мыслей не было. Там никого нет, поваров нет. Ну, что нашел, то нашел, принес. Ты смерти моей хочешь? Я что, вот это должна есть? Послушайте, Римальда Павловна, я вас хотел в город отправить. Вы отказались. Так что давайте без реверансов. Пообедаем и все. Или вы забыли, что здесь происходит? Знаешь что? Ты еще скажи, что у меня склероз. Я ничего никогда не забываю. Никогда. Кстати, я вспомнила. Вчера вечером этот охранник чуть не побил пьяницу, которого я угомонила. А почему? Сразу об этом не рассказали. А потому что, Андрей, я не могу все вспомнить на голодный желудок. Ну, хорошо. И что вы видели? Что там произошло? Что ты такая дерзкая-то, а? Отпали его. Она, опусти ее. Ты что, а? Бучара. Сейчас получше у меня по... Дома будешь по бабам шляться, понял? А к ней, чтобы близко не подходил. И все будет хорошо. Пошел. Очень жаль, конечно, что вы сразу не вспомнили Римальда Павловна. Это очень важно. А ты, Андрей, мог бы и спасибо сказать. Вы отправляйте свой номер. Сидите там. Не высовывайтесь. А когда понадобитесь, я вас позову. Я не глухая. А этот охранник большой молодец. Он так этого пьяницу напугал настоящий мужчина. Иди по своим делам. Иди. А я сама разберусь, что мне... Ой. Что? Ой. Я дверь в номер не закрыла, кажется. Ну, вот идите и проверьте. Ну, иду, иду. Бегу. Бегу. Вера? Да, я была на улице. Имею право. Я не арестована. И вообще, вы тут свои порядки не устанавливайте. Я просто хотела подышать. За отдых я, между прочим, деньги заплатила. А отдых здесь на славу удался. Ну, что ж. Идите в свой номер. И оставайтесь в нем. Слушаюсь. Гражданин начальник. Мужчина? Мужчина? Великолепная пятерка расследует убийство официанта Мартынова в пансионате Синий лес. Выясняется, что один из постояльцев, рецидивист Рыжов, был хорошо знаком с убитым, но скрыл это. При попытке сбежать из пансионата задерживают Бориса Сазонова, но отвечать на вопросы он отказывается. Свидетельница сообщает, что у Рыжова был конфликт с охранником Козловым. Козлова находит убитым. Так, Андрей Борисович, ну все понятно. Отравление сильнодействующим ядом. Что за яд мы будем разбираться в лаборатории, но смерть наступила не сразу. Он еще мутился несколько минут. Ремальда Павловна, то есть когда вы пришли, он еще двигался? Да нет же, я сразу поняла, что он мертвый. А зачем он ко мне ввалился в номер? Он что, хотел меня убить? Или защитить? Вот моя версия. Меня хотели убить, а вместо меня оказался он. Ну что вы такое говорите-то, Ремальда Павловна? Ну что, злодеи сидели в вашем номере и ждали вас? Зачем-то пришел Козлов, они ему влили яд, который предназначался вам. Да не может быть. А вот увидите, что я права. Так, спокойно. Юрич, твоя версия. Моя версия. Он шел по коридору в свой номер. В какой-то момент ему стало плохо. Он стал шататься, стал идти вдоль стенки. У него пошли рвотные массы. Он взялся ладони за рот, а потом облокотился от стенок. Вот видите, следы рвотных масс. Взялся рукой за ручку, открыл дверь. И ввалился в номер. Вот. Вы же сами сказали, что дверь в номер вы забыли закрыть. Но она открывается наружу. Да? А, ну очень хорошо, я и говорю. Он схватился рукой за ручку. Открыл дверь наружу, его шатнуло. А потом он валился внутрь. Вот. Наружу и внутрь. Так, ну биография у Козлова сложная. Он тренер по восточным единоборствам. Участвовал в бандитской группировке. Сидел? Нет, но проходил свидетелем. Так, после этого работал охранником в нескольких структурах. Правда, везде недолго. Очень быстро увольнялся. Почему, не знаю. Так, здесь в пансионате работает с самого его открытия. Общался. Ну и с Мартыновым общался. И с Тихомировой общался. Ну вот. Надо еще раз с Тихомировой поговорить. А то у нее все здесь, понимаешь, в этом пансионате робкие гномы. Ангелы без крыльев. Так, Юрьевич, о! Какие находочки. Да, Дима, я умею удивлять. В номере так же много отпечатков разных людей. Ну что, сыграем? Преференс? Естественно. А ставка? Твоя зарплата. То есть на интерес? Вы утверждали, что в вашем пансионате сплошь просто ангелы работают, а? А как выясняется? А? Козлов ваш этот. Бывший бандит. И отдыхают у вас. Уголовники от полиции прячутся. И этот, Мартынов. Тоже с ним не все ясно. Откуда такая сумма в его номере, а? Давайте-ка по порядку. Козлов. Что, жил у вас здесь, в пансионате? Ну так, ночевал иногда. Как и Мартынов. У вас для них было два номера зарезервировано, верно? Да. А что, так нельзя? Это мой пансионат. Я посчитала нужным оставить два номера для своих. Ну, мало ли что может случиться. Да. Вот и случилось. Да, Володя? Понял тебя. Да, сейчас буду. Паш, я Кузьмину, а ты тут давай заканчивай. Ну, в смысле, в прямом. Я никого не убивал. Конечно. Так почему-то все говорят. Только выходит потом наоборот. Значит, ты и Екатерина Белкина вместе любовники. Правильно? С чего вы взяли? А, я удаленно подключился к вашему телефону. Изучил ваши переписки с Екатериной Белкиной. Вы с ней встречались. Назначали встречи друг другу здесь, в этом пансионате. Нет, разве? Нет, вы можете и дальше молчать. Все-таки у нее муж чиновник городской администрации. Ну, теперь-то будешь говорить? Ладно. Я все скажу. Только не вносите меня в протокол. Прошу. И Катю тоже. А то муж ее просто убьет. И меня ее убьет. Хорошо. Значит, вы встречались здесь. Обижал ты, потому что не хотел светиться в полиции с Катей. Так? Ну, конечно. Ладно, мы это проверим. Значит так, Козанова. До конца расследования остаетесь здесь. В пансионате. Под присмотром. И в окна прыгать снова. Не надо. Я понятия не имею, зачем Игорю Козлову эти карты. Это его личное дело. Я не лезу в частную жизнь своих подчиненных. Хорошо. А что насчет денег Мартынова? Откуда у него такие деньги? Вы утверждали, что зарплата у ваших сотрудников не такая высокая так-то, а? Я еще раз поясняю. Я не лезу в частную жизнь своих подчиненных. У вас телефон. Да? Кто это? Что? Таня? У меня дочь заболела. Соседка звонила. Там что-то серьезное. Скорую вызвали. Вы позволите мне отъехать? У меня там машина внизу. Да, конечно. Приезжайте. Почухался? Садись ты. Почухался. Ну, давай-ка поговорим о вчерашнем вечере. Друг твой якобы ничего не помнит. А ты? А я помню. Хоть и пил. Мы отуживали. И пошли в двера. Рыжов с какой-то бабой на лестнице остановился. А я пошел к себе. Все. Ну, уважаемый, это только слова. Так что подозрения в убийстве мы с вас не снимаем. Убивали бы этого официанта. Ну, зачем? Рыжов на него накричал в ресторане. Да, было. Вот такой характер у Рыжова, понимаете? Характер. Послушайте. Мы сюда приехали, чтобы отдохнуть и поиграть в преферанс. А этот официант, он виртуозный префер... Преферансист. Преферансист, да. Ну, зачем нам было его убивать, а? Так вот, Андрей Борисович, я закончил с биографиями постояльцев. Так, подожди, Володя. Римальда Павловна, а что вы здесь делаете? А куда мне идти? Я в тот номер с трупом не пойду. Ну, ладно, сейчас. Через пару минут я провожу вас к себе в номер. Володя, продолжай доклад. Так вот, значит, про постояльцев. Последняя. Алёхина Вера Игоревна, она не замужем, официально нигде не работает, проживает в Балагом. Она мне говорила, что она хочет купить квартиру в Санкт-Петербурге. Значит, девушка-то не бедная? Ну, вообще-то это странно, потому что свою квартиру в Балагом она не продавала, информации нет. Да? А, между прочим, я вспомнила. После того инцидента с охранником, ну, вечером на лестнице, она не к себе в номер пошла, а спустилась вниз в холл, а время уже позднее было, около одиннадцати. И по времени совпадает с убийством Мартынова. И на улицу днём она зачем-то выходила. Ваш сотрудник меня отпустил. Я в курсе. Володя, проследи-ка за ней. Андрей Борисович, не переживайте, она у меня на контроле. Знаю её каждый шаг. Могу даже слушать. Пойдёмте. Не понял. Что это такое? Сейчас. Глюки какие-то. Какие глюки, Володя? Сам ничего не понимаю. Какое-то устройство работает. Да что за устройство? Володя! Из машины быстро! Что делаете? Быстро, 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 из машины быстро! Ну что происходит-то? Быстро, быстро, бежим! Да что в конце концов происходит? Моя машина! Здрасте. Здрасте. Вы Вера Алехина? Да, а в чём дело? Да ничего. А вы собрались куда-то, да? Нет, вообще никуда. Ну вот и отлично. Пойдём со мной. Есть пару вопросов. Да, конечно. Так, стоять! Да, куда это так спешим, а? Ребята, на допрос? Значит, вы уже успели. Так. Вот же шустрое, шустрое. Пойдём, пойдём. Давай. Пойдём. Мне уже всё равно, я расскажу. Мы с Витей, это мой, как принято говорить, гражданский муж, жили вместе четыре года просто прекрасно. Любили друг друга. А потом он стал играть. Проиграл всё. Даже квартиру маленькую, однушку. Мы жили у меня. Ну, игромания-то так-то болезнь настоящая. К психологам, к врачам. Не пробовали обратиться? Конечно, пробовали. Он лечился, но всё бесполезно. Узнал про это место, стал ездить сюда. Без меня он скрывал цели тех поездок. Говорил, что в пансионат как раз лечиться. И в конце концов, он проиграл всё, что у него было. Стал играть в долг. Проиграл здесь с кем? С Козловым и Мартыновым? Да. Он потом подробно всё рассказал. Ну, как рассказал? Написал перед тем, как. Перед тем, как что? Он покончил с собой. Пригнул с седьмого этажа. Скорее всего, они требовали вернуть долг, а он не смог. Да. Он пробовал отыграться, но увязался больше. И в конце концов, решил, что больше так не может. А вы решили, значит, отомстить? Да. Он всё подробно расписал, кто есть кто. Козлов – это охранник силового прикрытия. А главные шулера – это Мартынов и Тихомирова. Они завлекают клиентов на игру. А клиентов, как оказалось, здесь много. Сюда всё время ездят играть. Как вы решили действовать? Мне повезло с Мартыновым. Тоталкаш из ресторана ко мне на лестнице пристал. Ну, Козлов за меня вступился, отвёл его в комнату этого мужика. Я спустилась. Мартынов не ожидал нападения, я зашла сзади. Я убежала. А с Козловым я несколько дней назад закрутила интрижку. Он на меня запал, не подозревал никакого подзвуха. Я раньше работала медсестрой. Образование у меня хоть и среднее, но его хватило для того, чтобы подобрать препараты для изготовления яда. А бомбу для Тихомировой мне нашёл в Даркнете один знакомый хакер. Оказалось, всё не так просто, как в кино. Нужно войти с компьютера в сеть, на специальный адрес и отправить сообщение. И заряд взрывается. Ну, наш специалист посмотрел программу, в общем-то, всё подтвердилось. Это же вы звонили? Тихомировой от имени соседки. Да. Мне нужно было быстро сделать дело, чтобы вы не вышли на мой след. Теперь вы обвиняетесь в двойном убийстве и в попытке совершить третье. Я готова. Пусть так. Но зато справедливость будет восстановлена. А без Вития у меня всё равно жизни нет уже. Прошу. Давайте в отдел. Отличная история, Римуальда Павловна. Римуальда. Вот и я говорю. До свидания. Ну что, весь отдых мне испортили. Зато вы нам очень помогли. Да. Да, вы прям настоящая миссис Марпл. Не миссис, а мисс. Пардон. Вот вас бы к нам в отдел, цены бы вам не было. Слышь, Тимур, молчание золото, да? Намёк понял? Садись в машинку. Всего доброго. Да, Андрей. Если бы не я, вы бы ещё неделю преступника искали. Всю работу за вас сделала. Ну, ладно, ладно, Римуальда Павловна. В следующий раз найдём вам другой пансионат. Отдохнёте как следует. Нет уж, спасибо. Я как-нибудь сама. Уже нашёл. Ну и что стоим? Кого ждём? Пора ехать. Идите, работайте. Понял. Видишь, кометы с горающих звёзд. Знай, это я загадал стол желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев надежно обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнётся сияющий вон. Пролетая над нами. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова